а денек сегодня офигенский с ночи и целый день дождь лил прямо ливень жуть какой а сейчас вот уже снег посыпал но потому что обещают мороз а днем было где-то плюс четыре и соответственно все потекло дорога тропинки все прям вот лед сплошной в общем жуть просто ну пока вот она растает все хрен знает сколько времени пройдет еще какая погода будет понятно что дороги особо не чистят у нас поэтому будем ходить по голольду как-то вот так вот у нас весна пришла но слава богу до весны дожили ну и в общем то продолжаем наш каркасник за эти дни чё повесил жалюзи такие вот жалюзи обычные алюминиевые горизонтальные и снизу такой вот крепеж и соответственно вот эта хрень туда прям втыкается и всего жалюзи уже не бултыхается туда-сюда можно конечно было бы поставить вот жалюзи которые на леске но они блять раза в два наверно дороже а вот этот вот крепеж пара они стоят 100 рублей в общем то несравнимо совершенно а смысл один и тот же но единственное те можно сразу поднял опустил а эти чтобы поднял надо отщелкнуть вот и все вся разница но я думаю раз такая разница по цене то смысла за те переплачивать ну я и по крайней мере не вижу взял белые но они цвет все равно не белый а такой немножко легкой легкой сероватой и в общем то мне кажется вот самый оптимальный вариант соответственно получается вот так они подняты у нас это зимний вариант чтобы сюда солнышко светило и плюс как бы вот в эту дверь особо подглядывать некому а вот там вот у нас вот так вот получилось соответственно это вот ну от улицы чтобы не сюда не смотрели а это тоже зимний вариант она лето естественно не будет опускаться и когда надо чтобы солнышко сюда светило а люди снизу не смотрели то вот так вот их поставил а когда надо наоборот чтобы солнышко не светило вот так их поставил или вообще закрыл поэтому вот на мой взгляд конечно жалюзи это самый-самый такой вот оптимальный вариант не сравнить их не с какими шторами не с какими занавесками не с какими там рулонными какими-нибудь халабудинами в общем то я считаю что вот и в общем то и по дизайну она мне кажется вполне сюда вписалась то что кто-то говорит вот что типа офисный вариант да ну хрень это полная получается если белый цвет то это больница а если жалюзи или такие светильники то это офис ну это фигня не знаю я как бы делаю для себя мне нравится и мне кажется что вполне себе она вот ну в общем как бы получилось в таком в одном стиле вешать их не сложно совершенно то есть там два крепления на шурупики а главное что шурупики небольшие надо ставить ну максимум там где-то на пятнадцатые потому что иначе если дальше туда шуруп пройдет то большая вероятность того что он попадет в механизм и окно у вас просто либо открываться не будет либо на откид не будет откидываться поэтому тоже кто вот первый раз вешает аккуратно имейте ввиду что не не надо тут вот перебарщивать 15 шурупы вполне себе вот этот вес держит потому что вес тут в общем то практически вообще никакой и соответственно вниз тоже по одному шурупику но я вот поставил с пресс шайбой он ну не внешний вид у него совершенно другой и в общем то вот он когда открытый вполне себе он так вот выглядит можно засверливаться потом обычным шурупом можно без засверливания но тогда надо чтобы шуруп был на конце со сверлом и вполне себе тоже можно им но и в итоге вот они у нас на всех окнах естественно здесь вот поднято потому что соседей пока нету и когда жалюзи подняты понятно что света гораздо больше проходит и доделал уголок так вот его обтянул но про него наверное сделаю отдельное видео прям подробно с нуля и до итога но потом еще немножко его доделаю вот здесь вот где под спинник подходит сверху еще поставлю такой как бы пуфик ну такой вот бордюрчик дутый чтобы как раз вот спиной об него так вот операция потому что но делать большие вот эти вот дверки мне кажется эта хрень была бы а так вот он одним целиком вот так вот закроется и будет уже совершенно другой вид а спинки если то они как будут раздельные но мне кажется так хуже но в общем посмотрим сделаю покажу и доделал я фасады наши все кухонные он стопка лежит и начал красить соответственно красим их цвет дуб потому что у нас на стенах на потолке только два цвета дерево все у нас покрыто это белый и дуб соответственно балки у нас дуб наличники все дуб и кухня с уголком тоже будет дуб ну как делал щиты рассказывал то есть прошел со фрезой вот здесь вот по всему периметру края она у меня по моему миллиметров 10 что ли вот радиус вот этот можно было конечно побольше но у меня фрезы такой нету но мне кажется это тоже вполне себе и потом вот так вот со стопом 50 миллиметров прошелся другой фрезой такой вот кантик она такая полукруглая ну и в общем то получился как бы вот обычный такой стандартный внешний вид но с другой стороны в общем то под вот этот весь дизайн мне кажется ничего другого сюда не придумаешь потому что делать какие-то такие вот хрени ну тогда и вообще весь дизайн надо было чтобы он был какой-то вот такой фигурный а так в общем то обычная геометрия ручка будет скобка тоже как бы под эту геометрию ну мне кажется вполне себе по крайней мере мне нравится поставил вот такие вот перемычки тоже рассказывал почему потому что у меня два восьмидесятых щита было и они согнулись прямо так вот коромыслом и на всякий случай потому что там 50 например ширина она тоже вполне себе широкая и что когда вот со временем они будут но уже вот как бы на кухне стоять чтобы их тоже не повело в общем то сделал такие вот ребра жесткости прямо на все щиты соответственно напилил шлифанул проклеил и шурупиками прихватил чтобы не держать там какими-то струбцинами и так далее потому что видите сами щитов до хренича площадь фасада довольно-таки большая получилась поэтому так гораздо быстрее и в общем то внутри особо там ничего этого видно не будет ну и и в общем то и ладно и соответственно щиты у нас елка сорта бы ничего дороже себе позволить не могу поэтому как-то вот пытаться с ней работать но в общем то что может быть из негативов то есть те негативы которые могли быть они уже как бы пойманы соответственно это первый и самый основной когда проходишь торцы либо пилишь либо фрезером проходишь но фрезером не так а вот когда пилишь идут большие сколы а фрезером тоже когда вот особенно канавку вот эту проходишь потому что ее потом не зашлифовать края то понятно что я шлиф машинкой вот так вот прошел и загладил прямо они очень ровненькие аккуратненькие получились а вот эта бороздка туда уже шкуркой особо не влезешь и поэтому кое-где там задирчики были но я взял прям на палец вручную так вот шкурку вот так вот подрыгал но основное как бы снял но все равно там мелочи какие-то остались потому что туда уже не подлезть ничем это как бы вот тоже такой нюанс елки даже вот сосна и то гораздо лучше себя ведет а елка она как бы вот ну такая вот она своеобразная самостильная и еще как бы негатив который может всплыть уже потом это в общем-то и на елке и на сосне на любой хвойной породе может выйти смола на вагонке такое периодически бывает в каком-то из видео я это прямо на месте показывал то есть вагонка ее смонтировал покрасил и только потом смола вылезла в принципе теоретически может быть и такой и на вот этих фасадах но посмотрим в общем то так как делаю для себя то вылезет подрежу подкрашу ничего переживу но покупать даже ту же сосну которая в два раза дороже чем вот эта елка или уж какое-нибудь там лиственное дерево но я как-то не готов причем даже вот он там доски у меня стоят тоже отдельное видео про них снимал разделочные доски дуб паркетной склейки причем и он вот так вот дугой вот за год согнулся поэтому в общем то это не от породы дерева зависит это зависит от рукожопства или сволочизма производителей потому что неправильно стыкуют вот эти ламельки ну и ладно деваться некуда сам я такие щиты по любому не наклею потому что у меня не станков для нормальной распилки не для их потом строгания ничего нету поэтому пользуюсь готовым и соответственно крашу крашу пропиткой самая дешевенькая пропитка крашу кисточкой сначала то есть наношу равномерный слой на всю поверхность а потом когда уже вот это все нанесено беру обычную губку и вот с одной стороны до конца в один проход вдоль волокон вот так вот губкой прохожусь не сильно нажимая потому что если сильно нажимать будут расплывы плюс губка в себя очень много впитает краски это тоже плохо потому что максимум краски должно остаться на дереве и поэтому легонько легонько нажимая прям вот так вот за один проход раз и вдоль волокон прошел получается прям идеальная поверхность идеально вот и краска распределена везде равномерно и никаких бороздок от кисти никаких подтеков ничего этого нету то есть вот смотрите оно все прям идеальная структура дерева просто оттенена краской и даже не видно что здесь где-то работала кисточка вот стены крашу без губки потому что во первых цвет светлый там вот этих вот бороздок даже если они где-то остаются их не особо видно и плюс на стенах чаще всего расположение вагонки вертикальное поэтому кисточкой один раз махнул и она нормально если там проходить губкой это будет дольше раза в два а то и в три плюс губка она все-таки в себя немножко краски выбирает и получается так что вот потом ее приходится выжимать это тоже плохо потому что чем тоньше наносится покрытие тем менее она долговечная а кисточка она вот дает как бы самый оптимальный самые вот нужной толщину слоя а если губкой проходится она ее в себя вберет но вот здесь вот как бы без вариантов потому что если красить только кисточкой будут бороздки однозначно их будет видно прямо в глаза будет бросаться по крайней мере мне точно поэтому хрен бы с ним два слоя в крайнем случае можно и три ну не знаю пока еще потому что вот сейчас только один слой но в общем то посмотрим ну и как бы это все не стены это уже как бы готовое изделие столярная можно так сказать уже не плотницкая работа поэтому здесь как бы и отношение к покраске она более жестко плюс это как бы стена стеной хрен бы с ним там жопой тиранулся раз в году и все а здесь будет постоянный контакт руками ногами коленками в общем то всем плюс кошки опять же их никто не отменял поэтому здесь вот это покрытие должно быть ну максимально качественно как только вот можно сделать можно было бы покрыть лаком но не знаю я как бы не сторонник лака потому что он и шершавенький там межслойная шлифовка обязательно и плюс дерево опять же не будет дышать значит однозначно будет вот это вот постоянные позывы к его изгибу кручению и так далее поэтому ну его нахрен но хотят в общем то я не категорически противник например вот на в кухонном фасаде использовать лак вполне себе считаю это пригодным также как и на лестницах то есть вот как бы два варианта это мебель и лестница а лестница в общем то это можно ее назвать мебелью потому что это готовые как бы изделия там где можно лак применять во всех остальных случаях я прям вот категорически противник лака по дереву в деревянном особенном доме потому что но негативов несравнимо больше чем позитивов и плюсов и соответственно но вот когда стены красил рассказывал чтобы не было брызг чтобы не было подтеков и кисточки не капала кисточку всегда держу вот так вот то есть под максимально таким вот острым углом получается основное давление идет вот сюда соответственно здесь краска не скапливается она наоборот оттуда выдавливается и за счет этого когда вот стену красишь или потолок то ничего не капает ни на на пол потому что капать нечему вся краска которая здесь была она вся выдавлена и кисточка в общем то пустая соответственно капать нечему а брызги тоже когда идешь вот так вот и потом кисть аккуратненько отрываешь то срыва волокон не происходит брызги откуда берутся вот например красят вот так вот кисть держат и потом поднимают и видите прям раз идет срыв волокон а соответственно волокна вот так вот спружинили и все капелька оторвалась и она полетела или вот когда к торцу например подходишь и и вот так вот дрынь и тоже идет срыв волокон и соответственно куча брызг поэтому если у нас какое-то вот такое изделие начинаем красить с одной стороны примерно до серединки и потом с другой стороны примерно здесь и кисточку вот так вот как бы плавненько поднимаем получается срыва нету один слой на другой зашел ровно и переход такой идет постепенный соответственно вот этого стыка не видно и получается мы ничего не забрызгиваем но на всякий случай конечно естественно все вокруг укрываю потому что рукожоп знатный причем и ну чтобы перестраховаться вот и картонки и он обои какие-то советские в сарае нашел тоже в ход пошли поэтому на всякий случай конечно все вот это вот вокруг по крайней мере укрываю и вот в один слой покрасил соответственно вот сейчас она чуть-чуть подсохла прям от ну называется от пыли то есть он еще как бы до конца не высох но от пыли он уже готов и их потом поставлю потому что пол теплый с подогревом плюс дерево сухое и покрытое влажной порпиткой поэтому вот эти вот перепады и если она будет на полу лежать и греться то дерево может покоробиться повести поэтому вот так вот чуть-чуть она обсохла и потом вот так вот их поставлю ну куда-нибудь вот прям так штабелем и следующее покрашу потом вторым слоем тоже самое немножко она обсохла поставил высохла и все ну вторым слоем понятно что краситься будет завтра потому что межслойная сушка должна присутствовать обязательно причем как бы по полной программе от этого очень сильно зависит качество покрытия ну и в общем то вот такие у нас новости вот на стенах губкой тоже и бывает что иногда крашу но только тогда когда вагонка например не вертикальная а горизонтальная вот тогда теоретически можно и там тоже губку использовать понятно что это дольше и например вот на темных цветах так делаю всегда обязательно а вот на светлых цветах довольно таки редко ну потому что там гораздо меньше видно и кисти все равно идешь вдоль волокон и вот эти вот бороздки как бы от кисти белое на дереве она в общем то особо так и глаза тоже не бросается но по крайней мере вот себе все стены красил без губки однозначно ну и в общем то вот такая вот у нас получилась красота как-то так и это нак рыно candle вот cocktail вот Продолжение следует...